Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся сегодня с Леонидом Гозманом. У нас, может быть, не идеальная запись, поскольку там Леонид находится в ночи, и там не самое яркое освещение. Я думаю, что те, кто нас смотрит, лучше меня знают, больше меня знают о Леониде, но мое такое понимание, что Леонид является руководителем точного названия должности общественного движения «Союз правых сил». Потом я видел фонд «Возрождение», вы руководите. Я не знаю, что за фонд, поэтому мне так сложно определиться. Но для меня существенно было, что это человек, который хорошо и лично знаком был и с Немцовым, и с Хакамадой, и с людьми, которые определяли достаточно много лет в политику Российской Федерации. Поэтому как бы вы, то, что называется, инсайдер. Поэтому, ну, да, вы такой, как у нас говорят, outspoken. То есть вы много выступаете в разных местах, и вы незапрещенный такой человек на всяких каналах. Поэтому я искренне старался какие вопросы подобрать, чтобы как-то не повторять то, что там происходит, хотя это, наверное, сложно. И ребята добавили, вот я, значит, их попросил дать вопросы. Поэтому кое-что, вот это как бы по моей наивности такой заграничной, поскольку я человек оторванный, так издалека наблюдаю. Вот. А дальше там еще от ребят много есть. Значит, вот один вопрос, тоже это от нашей аудитории. Как вы относитесь к тому, что люди эмигрируют? Я к этому добавил, чувствовали ли вы лично отток знакомых, там, близких людей в 90-е, может быть, в другие годы? Миш, давайте я, если позволите, я все-таки пару слов скажу о себе. Да, конечно, конечно. Потому что всегда важно понимать, кто говорит то, что слушаешь, или там, кто написал то, что читаешь. Это определяет восприятие, да? Конечно. Вот, значит, я психолог по образованию, я долго был психологом, работал в Московском университете на кафедре социальной психологии. Вот, потом так случилось, более-менее случайно все произошло, что я стал советником Егора Тимурыча Гайдара, светлой ему память, в его первом, в первом правительстве реформ. Вот, я никогда не был членом коммунистической партии, я был единственным беспартийным и одновременно по совместительству единственным евреем на кафедре социальной психологии. Вот, и когда начались все эти у нас притрубации в конце 80-х годов, то я вместе с очень многими людьми, не сразу, правда, стал надеяться на лучшее, надеяться на перемены и так далее. А потом так получилось, что я стал советником Егора, вот, вошел в эту команду, которую возглавляли Егор Покойный и Чубайс, вполне себе здравствующий, слава богу. Вот, и с тех пор, с 92-го года, моя жизнь связана именно, вот, главное, что есть в моей жизни, это принадлежность к этой команде. Это было на разных должностях, и в администрации президента, и в правительстве, потом в правлении РАОЕС России, и потом в правлении Роснано, и так далее. Ну, вот это вот для меня самое важное, я считаю, что мы делали очень важное дело, я считаю, что, как бы, это вот такая огромная удача в моей жизни, что я был в этой команде, ну, и нахожусь в ней, на самом деле. Вот, теперь про эмиграцию, ваш вопрос. Понимаете, в чем дело? Я отношусь, ну, как, одна вещь понятная, я убежден в том, что человек имеет право жить там, где он хочет, а не там, где, не обязательно там, где он родился. И никто не имеет права его принуждать. Ну, любая страна имеет право ограничить поток приезжих к себе, да, поскольку это свой дом, хочу пускаю, хочу не пускаю. Но ни одна страна не имеет права задерживать человека у себя. Вот. Я чувствовал, конечно, мои друзья покидали страну многократно, многократно, еще в конце 70-х годов, 80-е, вот. Ну, и сейчас, к сожалению, тоже. И вы знаете, что у нас очень плохое произошло за последние годы? Вот, где-то лет 15 назад, такое было впечатление, что уезжают скорее слабые, чем сильные. Ну, так казалось, да. Допустим, в компании моей дочери, которая 74-го года рождения, они считали, ну, у них многие уехали, но считал, что уезжают такие слабаки, как бы, да, вот. Ну, Америка, понятное дело, в санатории, там можно вообще ничего не делать, булки растут на деревьях, как вы знаете. Вот. И поэтому, а вот в России, вот, тут возможности, там, еще что-то, еще что-то. Вот это было, действительно, простите, что-то попал, в конце 90-х годов. Вот. А сейчас этого нет. И сейчас народ уезжает, и это жуткая, нарушенная картина. В общем, уезжает самая талантливая, естественно. Вот. И вот, как когда-то пел Галич от прощальных рукопожатий, похудела моя рука. Ну, вот. Хорошо. Такой вот вопрос, этот от меня. Когда произошли вот известные события на Болотной, и народ протестовал против фальсификации выборов, а я с большим удовольствием, на самом деле, посмотрел речь Жириновского, где он там в Думе, там, кулаком, значит, там, на них махал, и говорит, вот мы сейчас тут с этим, с коммунистом, там, я не знаю их фамилия, там, сейчас... Зюганов. Да, вот мы сейчас выведем народ на улицу, вы там у меня посмотрите. То есть, с его точки зрения, голоса, поукрадали... Украли. Значит, как раз у коммунистов там, и, значит, у них, я не знаю. Но мой вопрос вот какой был. Я смотрел с некоторым недоумением на вот эту толпу людей, наверное, очень хороших, и благонамеренных, и все такое, и я сейчас спрашиваю, они что, не понимают? Откуда взялась идея, что выборы могут быть не фальсифицированы? Вот что произошло такое, что громадная масса людей пришла к такому мнению, и вплоть до того, что на площадь пошли? С чего вдруг это? Ну, вы понимаете, в чем дело? Это же вопрос степени фальсификации, да? Это вопрос степени фальсификации. То, что фальсифицируют, да. Ну, вот знаете, какое-то у Салткова-Щедряна, что ли, было замечательное выражение, берешь не по чину, да? Да, конечно. Вот, да, если ты чиновник, ты берешь. Понятно, да? Но ты вот имеешь право на этой должности брать вот стульку. А ты вот в конец опорзел, и на своей должности берешь там в два раза больше. Ты берешь не по чину, да? И, в общем, начинаешь. Люди звересь, говорят, ну как же так, понимаете? Вот, и могут пожаловаться высшему начальству, сказать, слушайте, вот у нас тут сидит, понимаете, вот. Ну, ладно, пока берет столько. А он берет вот столько. Он точно нарушает правила, не по понятиям, да? Вот, у нас очень коррумпированная ГАИ, сейчас, сказать, менее коррумпирована, чем раньше. Вот, но все те, кто жили в Советском Союзе или в России, знают, что там ГАИшникам платят за, ну, чтобы откупиться официального штрафа за нарушение. Так вот, есть некая табель о рангах, прайс-лист такой, да? Он нигде не опубликован, естественно, но он есть в сознании каждого водителя российского, да? Ты знаешь, вот за это ты должен платить примерно столько. А если он у тебя требует в 10 раз больше, ты ему говоришь, что этот командир вообще с дуба упал, так не бывает, таких денег не нарисовали еще, да? И, в общем-то, ты можешь уже и озвереть, да? Вот народ озверил тогда, потому что, ну, хорошо, вот столько можно, а вот столько уже нельзя. Вот. Значит, кроме того, тогда на Болотной была очень важная вещь. Было ощущение, что они сейчас рухнут. Вот эта система. Понимаете, вот, ну, вообще ведь диктатура даже более, чем демократия, зависима от настроения людей. Понимаете, диктатор только до тех пор, диктатор пока его там любят, уважают, боятся там и так далее. А вот перестали любить, уважать и бояться. Вот перестали. Вот. И там одна из кричалок тогда была «Жулики и воры пять минут на сборы». Значит, кто не знает, партия «Единая Россия», значит, самую главную часть нашей правящей четырехглавой партии, черву главы, потому что у нас четыре фракции в Государственной Думе, и они все, разумеется, и есть правящая партия. Потому что их всех вызывают в Кремль и говорят, как надо голосовать. То есть там, ну, в общем, это не парламент, это хрен знает что. Вот. Но главная среди них считается «Единая Россия». Так вот, «Единую Россию» назвали партией «Жуликов и воров». И этот мем стал буквально, знаете, за два дня стал совершенно общим. Его знают все. Все знают, что «Единая Россия» – партия «Жуликов и воров». Партия «Жуликов и воров» – это «Единая Россия». И вот была такая кричалка на этих миссингах «Жулики и воры пять минут на сборы». Вот казалось, что они покачнулись. Они действительно покачнулись. Они же дико перепугались тогда. Страх был. У них испуг был совершенно фантастический. Просто фантастический. Они пошли на политическую реформу. Они ее либерализовали политическим системам. Правда, мы почти все забрали обратно. Но они ее либерализовали. Понимаете, для них значительно важнее, чем для американских президентов, допустим. Для русского президента сегодняшнего. Значительно важнее отношения людей. Понимаете, вот была такая история интересная. Это было в сентябре, если не ошибаюсь, в сентябре 2011 года. Да, в сентябре 2011 года. Владимир Владимирович Путин, он, поскольку сам мастер спорта под жидо, и это не по блату, а на самом деле мастер спорта под жидо, то есть он любого может кинуть. Он пришел на соревнования «Бои без правил». Понимаете, есть такие «Бои без правил». Совершенно отвратительная вещь. Это американская вещь. Ну, я люблю Америку, но, тем не менее, мне кажется, это вид спорта, если так называется, что она отвратительная. Там наигрывается. Ну, неважно. Ну, слушайте, я этого не знаю. Мне противно смотреть, когда без правил друг друг дубастит. А у Владимира Владимировича Путина не такие вкусы, как у меня. Ему это, наоборот, нравится. И он пришел в спорткомплекс Олимпийский в Москве, где был бой вашего Джона Мансона, какого-то мордоворота, с нашим Емельяненко, Епифаненко. Не помню, в общем, какой-то там наш парень. И наш вашего побил. А Путин пришел просто как этот самый, как зритель. Дальше, когда наш вашего побил, то он сделал то, что сделал бы на его месте, я думаю, Обама и, в общем, любой политический деятель. Он вышел на ринг поздравить победителя, своего соотечественника, и поздравить публику. Потому что публика, естественно, была местная, она болела за своего. Ну, нормальное дело. Вышел и вышел. А ему вдруг стали свистеть. Это у вас там свист, это одобрение. У нас свист, это не одобрение. Это наоборот. И стали скандировать матерные слова. Стали ему скандировать, куда ему идти. Помните, пешеходный тур с сексуальным уклоном. То есть, вот прямо вот это пошло. Он так перепугался, он так расстроился, что он отменил анонсированный через несколько дней визит в Олимпийский на какое-то другое мероприятие. Он не появлялся на людях очень долго. Он появился только на официальном митинге Единой России в Лужникак, где было 100 тысяч нашистов, нагдано его людей. Ну, таких кукол. И он вышел, как злые языки говорят, под фонограмму аплодисментов. Он боялся, что не будут аплодироваться. А когда его все-таки переизбрали, то он плакал. У него слезы были. На глазах это обошло весь мир, эти слезы. Значит, почему? Потому что он понимает, что выборы не являются легитимацией его власти. Это он прекрасно понимает. Легитимация его власти. На чем была его власть? На харизме. Он очень харизматичный человек. Не для меня, не для вас, а для подавляющего большинства населения Российской Федерации. Он был харизматиком. И это прошло. Любовь проходит. Понимаете? Это бывает и в политике. Вот вчера любились. И поэтому для них крайне важно, чтобы их любили. И поэтому в 2011 году они действительно насмерть перепугались. Я понял. То есть, был такой момент. Вы между делом ответили на вопрос, который у меня там был. Чего боится власть? Вот. То есть, они, я понял, они боятся потерять, как бы, популярность, поддержку в народе. Ну, власть боится всего. Власть боится всего, потому что власть наша, ну, сама себя поставила в такое положение, что, когда она перестанет быть у власти, вместе с властью он потеряет, скорее всего, свободу, а может потерять и голову. Вот. И это все прекрасно понимают. Вот. Поэтому они боятся абсолютно всего. Они боятся переворота, шпионов, потери популярности. Они дико напуганы. И то, что они делают, в том числе страшные всякие вещи, типа войны на Украине, это, в общем, результат испуга. Вот такой вопрос. Вы, когда, как бы, рассказывали, что для вас в жизни важно, вот команда Гайдара, и вообще, может быть, в более широком смысле. Ну, да. У нас много народу, вот, среди наших зрителей, спрашивали, вот, как же вот вы, например, в хороших отношениях, там, в рабочих отношениях, вот с такими людьми, там, и там идет перечисление, а они вот и есть, как бы, создатели коррупции и так далее. То есть, как бы, это началось не с Путина, а началось гораздо раньше. Вот они сами были у власти, вот они привели к тому, что идея либерализации, значит, потеряла привлекательность в глазах людей. Я думаю, вы это слышали тысячу раз, Света. И все-таки, коррупция не... Мало уже слышал, сам говорю. Да, коррупцию не придумали, там, я не знаю, там, вот эти ребята, если вот вы Салтыкова Щедрина, например, цитировали, да, какой обличитель был. Так вот, это все-таки, а Петр Первый как боролся, да, значит, это все-таки чисто такая российская фишка, которая принципиального значения не имеет, то есть мы не можем ожидать, что власть не будет коррумпирована. Или это действительно какой-то такой тормоз, с этим надо сильно бороться, и вот что за коррупция? То есть люди, они деньги за границу вывозят, то есть они такие как-то непатриотичные коррупционеры, вот куда-то туда воруют. И вот как, вот о коррупции, может быть, пару слов. Ну, слушайте, они же не верят в будущее страны, поэтому как что украл, так несешь в какое-нибудь дупло спрятать, да, как белочка. А дупло, оно, естественно, не у нас, а у вас где-нибудь, вот, или там в Европе, вот, у вас дупло более такие надежные, чем у нас, вот. Понимаете, коррупция, ну, бороться с ней, конечно, надо, полное безобразие, вот то, что происходит, вот. Вот, но это не чисто российское явление. Нет, конечно. Да, и надо сказать, что Соединенные Штаты Америки, при всем восхищении этой страной, я согласен, что это лучшая страна, которую создал Господь, вот. Вот, тем не менее, ну, в общем, США тоже прошли через периоды очень серьезной коррупции. А и сейчас очень серьезная тоже. И сейчас серьезная, ну, сейчас все-таки не такая, как раньше, но если вспомнить, там, что себе представлял Томани Холл, офис демократической партии в Нью-Йорке в 20-е годы, 20-го столетия, там нельзя было получить никакую должность, не занеся туда денег, да, или вспомнить мэра Дейли, мэра Чикаго, конца 60-х, начало, может, 60-х годов, или вспомнить господина Стэнфорда, супругу которого основала на минуточку Стэнфордский университет, кем был господин Стэнфорд. Ну, вот, в общем-то, мама не горюй, и клейма, в общем-то, ставить-то негде. Так что, американцы тоже через это прошли, через это многие проходят. Теперь насчет нашей в этом роли. Вы знаете, я не могу отрицать того, что при нас была очень сильная коррупция. Я сам в этом не был замешан. Я всегда жил на зарплату, но некоторые из нас, да, к сожалению, ну, не лидеры, не Егор, и не Анатолий Чубайс. Другие люди оказались менее стойкими. Ну, конечно, ну, слушайте, ну, люди есть люди. Да, к сожалению, это очень печально, но это так. Вот, но я вам скажу вот что. Когда оцениваешь то, что было сделано той командой тогда, я действительно горжусь тем, что какое-то очень маленькое, конечно, очень-очень-очень спромное участие в всех преобразованиях я действительно принимал. Вот, так вот, когда оцениваешь то, что было тогда сделано, это нельзя оценивать, ну, так вот, чисто абстрактно, понимаете. Ну, смотрите, ну, человек переехал через двойную сплошную и прошел какой-то путь по левой полосе. Это правильно, это неправильно. Он совершил нарушение, он совершил нарушение, это нельзя делать, да. Но если вот посмотреть, а почему он это сделал, может, он сделал просто по пьянке или по хамству, да, а может, он сделал потому, что дорога была разрыта, там яма, ехать некуда. Вот ехать некуда, либо ты объезжаешь через двойную сплошную, либо ты стоишь и ждешь, пока починят дорогу. Вот у нас была яма на дороге, понимаете, вот. И очень многие вещи, очень многие вещи были вынуждены всегда в политике, тем более в такой страшный переходный период, который мы прошли. Ведь мы его прошли без войны. Вот я просто хочу напомнить, что тот передел, тот масштаб передела собственности, который произошел вот в программе, в ходе программы приватизации, за которую лично отвечал Анатолий Чубайс, он равен тому, который произошел сто лет назад после революции 17-го года. Только тогда, тогда результатом этой, ну вот, или в ходе, или результатом этого передела собственности было 10 миллионов жертв. 10 миллионов человек были убиты в гражданскую войну без орудий массового поражения, шашками, тачанками там и так далее, справились. Вот. Во время нашей революции, это, конечно, была революция, просто мирная, да, во время нашей революции погибло несколько сот бандитов в перестрелках друг с другом. Вот. А масштабных таких вещей не было. Чеченская война, которую начал, к сожалению, Борис Николаевич Ельцин, это самое страшное, что он сделал за время своего правления, значит, чеченская война не была гражданской войной. Это была колониальная война, ну, такая же, как французы вели в Алжире, например, и так далее. Вот. Что-то в таком духе. Поэтому, понимаете, я не знаю, вот, глядя сейчас, ретроспективно, на то, что было 20 лет назад. Я, на самом деле, честно говоря, не знаю, могли мы это сделать. Ну, какие-то ошибки видны, что-то можно было сделать лучше, это понятно совершенно. Ну, вот, могли ли мы, например, предотвратить вот этот такой взрывной рост коррупции, который пошел в конце нашего периода и уже после нас? Я не знаю, можно было это сделать или нет. Хорошо. Вот, значит, у нас там на эту тему еще дальше будет, но вот я пока так иду по порядку. Ваша... А, нет, вот здесь у меня. Значит, я, может, вопрос немножко так переформулирую. Вот с учетом того, что, первое, как бы все империи когда-то разваливаются. Второе, какой-то процесс такой произошел с СССР, когда периферия отвалилась. Есть какой-то такой сценарий, что процесс не завершился и вот такая громадная территория с такими национальными всякими особенностями и так далее, что она достаточно стабильна. И, потому что многие говорят, что оно не может так долго, но по мере того, как там нарастает что-то свое, по мере того, как снижается способность центра покупать деньгами лояльность регионов, вот что-то такое может произойти. Есть такое? Да, безусловно, я считаю, что сценарий распада страны высоко вероятен. Вот, я абсолютно убежден в том, что Россия не удержит Северный Кавказ. Вот просто в этом абсолютно убежден. Конечно, уйдет Калининград, но сомнений нет. Думаю, что, это я пока говорю о мягких вариантах, вот, думаю, что уйдет Дальний Восток. Вот, понимаете, страна не связана, страна очень плохо связана между собой. Вот, из Владивостока значительно проще долететь до Токио, чем до Москвы. Или до Сеула, вот, с Хабаровска до Сеула. Все рядом оказывается. И экономические связи, жизнь людей в значительной большей степени зависит от их контактов с Японией, Китаем, Южной Кореей, ну, Северной, как бы и нету, считает, дырка такая на глобусе, чем с Москвой. Страна слишком большая, слишком большая, понимаете, ну, слишком большая для жизни. Ну, понимаете, ну, когда во Владивостоке уже вечер, в Москве только просыпаются. Вот, это вот, это, это очень серьезный такой барьер, да, а поскольку коммуникации плохие, очень дорогие, очень дорогие, вот, наша власть при всей болтовне о целостности единственной страны, не сделал элементарную вещь, которую нужно сделать, конечно, это дотация билетов на внутренних, дотация внутренних переездов и перелетов, ну, чтобы, чтобы людям легко было в столицу свою приехать, понимаете, чтобы было легко. Такие бешеные деньги еще стоят, но вообще мало кто может себе позволить, там, из Сибири, например. Вот, ну, а кроме того, конечно, есть еще и сценарий не такой благостный, как я сейчас говорил, когда там просто потихонечку будет отваливаться, а есть сценарий распада с войной, с гражданской войной, войной между территориями. К сожалению, это очень вероятный сценарий, этого очень опасаются как раз самые умные люди. Я думаю, что и на Западе этого никто не хочет, так же, как вот обвиняют Запад, что он развалил СССР, они, я тут был в это время, я хочу сказать, что они были очень недовольны, они боялись, что ядерное оружие развалится, они так любили город в горбе, и, господи богу, они не хотели этого. Я их понимаю, конечно же, чудо, что произошло вот так мирно, как произошло, чудо. Тогда давайте дальше идем. Значит, любопытно, тут знаете что, тут несколько связанных вопросов, два, я поэтому вот так их, значит, впачкаю. Значит, любопытно точкой зрения самого Леонида на вероятность достижения каких-либо реальных результатов в данной ситуации, вот в нынешней, и во главе с разобщенными и абсолютно недоговороспособными лидерами, в кавычках, больше играющими про позицию речи, на свои собственные интересы, чем на интересы страны. И дальше. Извечный вопрос. Почему российские демократические силы не могут объединиться, а по отдельности выглядит весьма жалко, и не могут преодолеть минимальный барьер для попадания в Госдуму? Я думаю, что попадание в Госдуму это отдельная история. Но вот конкретно почему они не могут объединиться, и действительно очень жалко на них смотреть, и думаешь, как же так, ну? Ну, смотрите, здесь есть несколько, так сказать, причин. Вот. Главное, с моей точки зрения, состоит в том, что до самого недавнего времени объединение ничего не давало. Просто ничего не давало. Вот, ну, понимаете, допустим, вот я помню, там, выборы седьмого года в Государственную Думу. Союзу правых сил, в котором я тогда был, ну, собственно, я всегда был только в одной партии, просто она преобразовывалась немножко, но я был в ней. Вот. Демократический выбор России, Союз правых сил. Вот. Так вот, Союзу правых сил тогда нарисовали 0,9 процента, я помню. Вот. Компания была жуткой, жесткой очень для нас. Ну, меня там, не знаю, мы арестовали при аресте, сломали руку. Это при том, что я был, ну, не только там, лидером списка в Петербурге и так далее, а еще был на минуточку в это время членом правления РАОЕС России. РАОЕС России – это была такая гигантская энергетическая монополь. У нас было больше миллиона работников. Я был членом правления компании, то есть, ну, должность – это так. Первый зам федерального министра по рангу, да, ничего, кинули в автозак, как бы не постеснялись. Ну, а таким людям, не столь защищенным, как я, там масса была вообще всяких проблем. Так вот, нам нарисовали 0,9 процента, а яблоко нарисовали, по-моему, полтора, что ли, процента. Понимаете, 0,9 плюс полтора никак не дают 7, а тогда барьер был 7. Вот. Ну, никак не дают. Вот, ты вот как-то не прыгай, да. То есть, когда происходит объединение? В политике, в любой, не только в российской, в американской тоже, все друг друга ненавидят. Я довольно хорошо знаю некоторых людей, которые были и есть, кстати, даже многие до сих пор вокруг президента Барака Обамы. Вот, и я знаю, какие сложные были отношения, мягко говоря, между их командой и командой нынешнего кандидата демократов, госпожей Хиллари Климп. Вот, значит, но когда, как кто-то сказал, жареный петух, это птицы объединения, понимаете, когда понадобилось, то вот и Хиллари поддержала Барака, и Барак поддержал Хиллари сейчас, и все нормально, да, дружит. Значит, политики объединяются тогда, когда объединение очевидным образом обещает результат. А вот поставьте себя на место там, я не знаю, какого-нибудь там, Григория Явлинского, который я никак не оправдываю за его, так сказать, такую сектантскую позицию, которая была до самого последнего времени. Сейчас она изменилась, и я, между прочим, при очень плохом, ну, сложной, скажем так, сложной истории наших СПС отношений с Яблоком, я стал одним из доверенных лиц партии Яблока на этих выборах. Ну, потому что я считаю, что вот так, куда деваться, надо за них голосовать. Так вот, поставьте себя на место, допустим, Григория Явлинского, который не любит, ну, или там, кого-нибудь, да, кто не любит Чубайса, не любит Гайдара, не любит еще кого-то сильно. Ему предлагают, говорят, Гриша, Вася, Петя, давай вот все-таки единый список и так далее. Гриша, Вася, Петя чешет в затылке и понимает, что единый список тоже не имеет шансов, ну, никаких вообще. Так чего ради он будет мараться? Чего ради он с этими негодяями, ну, как он считает, да, будет в одной песочнице? Он не хочет, понимаете? Вот это главная проблема. Проблема не в поведении лидеров, да забудьте вы про них, в конце концов. Понимаете, лидеры отвечают запросу, вот. Когда понадобился Леха Валенс, он появился, понимаете? Кто знал электрика с Гданьской судоверфи? А когда понадобился, вдруг оказался, понимаете, такой национальный лидер, что что с ним сделать? Только убить можно было, остановить было нельзя. Вот. Дело в том, что вот те там 15-20% населения Российской Федерации, которые, вообще-то говоря, за европейский путь, ну, в том числе и американский, ну, за вастернизацию страны, да, они не видят ни в ком из этих лидеров в развитии своих интересов. Понимаете, вообще ни в ком. Они не верят в политические партии. Они не верят в парламент. Слушайте, наш парламент, это же клоуны, это же клоунада. Вот вы же, вот вы упомянули Жирика, да? Ну, я вот, у меня несколько лет моей жизни прошло в работе в Рауне с Россией, где я отвечал за связи, ну, то, что называется GR, Government Relations, значит, связи с властью и так далее. И тогда проходили очень важные для российской энергетики законы, за их прохождение в парламенте я отвечал. Я там бывал практически каждый день. Смотрите. Ну, там народ болтается в кулуарах, в коридорах, там, и так далее. Я имею в виду депутаты, это самое якобы. Вдруг, значит, по этим телевизорам объявляют, что сейчас слово представляется Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Все бегут в зал. Почему? Потому что сейчас будет клоунада, сейчас будет вести. Ну, конечно, будет смешно. Цирк приехал. Да, будет смешно. Ну, так цирк приехал. Это есть цирк, понимаете? Но когда вы говорите интеллигентному, ответственному человеку, парень, давай, значит, партия там будет представлена в Думе, там, и так далее. Он говорит, а нахрена мне это надо? Чтобы среди этих клоунов был еще кто-то, кто меня представляет? А мне это не надо, это вообще не мое. Понимаете? У нас не сформирована политическая система та. У нас вот есть, знаете, наша политическая система напоминает, вот, помните, был советский анекдот про бассейн в сумасшедшем доме? Как пациент пишет домой, что все у нас классно, у нас очень хорошо, там, врачи-таки добрые, внимательные, там, кормят хорошо. Нам даже бассейн построили. Вот. Бассейн мы там прыгаем, ныряем, вот. А доктор сказал, что если мы себя будем хорошо вести, то нам нальют воду в бассейн. Да, понял. Так вот, у нас бассейн без воды, у нас есть парламент, там, есть кнопочки, они на эти кнопочки нажимают, там, комитет под комитет и так далее. На самом деле, никого парламента нет. И как раз умная часть населения, то есть наша часть населения, она это прекрасно понимает. Вот. И проблема в России значительно глубже и серьезнее, чем то, как ее представляют журналисты, что вот там, знаете, Иван Иванович не может объединиться с Иваном Никифоровичем. Да забудьте вы про Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот. Это все уже давно проехает, понимаете. Проблема куда серьезнее. Вот. И куда неразрешимее, если хотите. Я просто со стороны, когда гляжу, да, вот через океан, я думаю, ну хорошо, но вот есть такие системы с централизованным таким правлением, где один человек сверху. Вот сейчас умер Каримов в Узбекистане, да, что будет? Вот умер Сталин, кто знал, да? Вроде бы Маленков, а тут Хрущев, а там пошли разборки. Получается так, вот допустим, если вдруг что-то случилось с Путиным завтра, мы не знаем что, дай бог ему здоровья, значит, ну вдруг что-то случилось. Кто? Мы не знаем. Лукашенко, что с ним будет? Мы не знаем. Но вопрос такой, а есть кто-то, кто какие-то политические силы, которые могут прийти, там возглавить, там организовать, и что ты делаешь? Если тебя даже в парламенте нет, ну вот, то как бы нет такого политического опыта, нет. То есть возникает вопрос, а есть ли силы, вот кроме них самих? И допустим, дворцовые какие-то, вот, куларные перемещения. Кроме этого есть что-то? Ну, смотрите, кроме этого есть вот что. Во-первых, ну, я за то, чтобы была фракция в Государственной Дуне. Я вам уже сказал, что я за, в данном случае, я за то, чтобы голосовать за яблоко. Вот, и стал одним из их доверенных лиц. Потому что вот, а вдруг, а вдруг проскочит, хотя очень мало вероятно. Просто очень мало вероятно. Ну, тем не менее, да. Вот, значит, что есть в стране? Значит, во-первых, есть вот двор. Кто при дворе, мы толком не знаем. И, конечно, если что-то случится с Владимиром Владимировичем Путиным, а он, наверное, тоже смертен, хотя некоторые уже в этом сомневаются, вот, то у нас мало не покажется. У нас мало не покажется. И понятно, что наша конституция, которая там написана, и там тоже написана, кто становится исполняющим обязанности и так далее, все это забудьте, все будет иначе, и неизвестно как, и неизвестно с какой кровью. Вот, это номер раз. Номер два. Надо понимать, что после, скорее всего, вот, настолько вот эта команда правящая вытоптала все, что, скорее всего, после ухода, ну, по какой-то причине, там, пусть даже физиологической, естественной причине, ухода Владимира Владимировича Путина, скорее всего, у нас наступит совсем страшный период, фашистский период, вот, чисто фашистский. Вот, я думаю, что фашистский период неизбежен в нашей стране сейчас, после, ну, или там, еще большая фашизация страны, чем сейчас. Сейчас мы очень похожи на Италию времен Муссолини по организации государства, очень похожи. Просто вот это Муссолини в чистом виде. Вот, но не Гитлер, не Гитлер пока, по крайней мере, да. Вот, я думаю, что после ухода Владимира Владимировича, если это, тем более, будет внезапный уход, ну, поскольку все под богом ходим, да, то будет еще хуже. Я думаю, что это неизбежно. И я думаю, что чем дольше Владимир Владимирович будет у власти, тем более долгим, тем более кровавым будет тот неизбежный фашистский период после него. То есть он, фашистский период, неизбежен. Чем дольше Путин правит, тем более страшным и долгим будет этот фашистский период. Поэтому, чем раньше Путин уйдет, тем лучше. Вот. Алло. Да, да, да. Давайте тогда дальше пойдем. Вот спрашивают. Вот. Да, и еще очень важная вещь, что я не сказал, очень важная вещь, это, конечно, настроение людей и готовность людей все-таки сопротивляться как-то и все-таки и жить на уровне самоорганизации, не рассчитывая на государство. Значит, у нас нет государства. Это вранье, что у нас сильное государство. У нас слабое государство. У нас, если у вас украли, то вам не найдут, и не найдут вора, скорее всего, да. Если вас обидели, то всем на это начхать. Государство занимается защитой себя, а не защитой граждан. Полицию люди боятся больше, чем преступников. Просто по опросам. Знаете, по опросам люди больше боятся полицию, чем преступников. Поэтому я думаю, что вот у нас есть определенный потенциал в стране, гражданского общества, в прямом смысле этого слова, который, в общем, может быть, сможет противостоять тем безобразиям и ужасам, которые могут ждать нас будущего. Знаете, вы мне немножко так напомнили. Я, в принципе, довольно скептически отношусь к деятельности Обамы. Ну, в том смысле, что он мог бы на порядок больше сделать, чем он сделал, но отдельно. Но иногда он такие вещи говорит, что я прям подскакиваю от восхищения. В частности, когда вот эти крымские дела начались, и его спросили, не видит ли он опасности в том, что это может дальше пойти и так далее, и что во всем мире какая-то угроза там. И он говорит, ну, Россия же, он говорит, региональная держава, и вот это у нас вот по всему миру интерес. У них там вот на местности. То есть они дальше не пойдут. Но дальше он сказал такое, понимаете, это же ведь то, что они сделали, это же не признак силы. Вот мы, он говорит, сильное государство. Мы же не вводим войска на территорию соседей, чтобы склонить их к сотрудничеству. Дословно. Мы не вводим войска на территорию соседей, чтобы склонить их к сотрудничеству, потому что мы сильные. Если бы мы были слабые, может быть, нам пришлось бы войсками это делать. Поэтому к вашему тезису, что государство вроде сильное а так вроде и нет то есть конечно я же вам сказал что большая часть вещей которые делают нашу вас последнее время это от страха от 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 страха от боязни и конечно от слабость естественно дальше у нас тут сразу три вопроса причем бы как бы частично уже сказали но значит нет ли у леонида постоянного ощущения что скоро всех пересажают устроит какой-нибудь гулаг и наша страна будет более закрытой чем корея первая часть вопроса потом боится ли они за свою жизнь после убийства немцова и третье ваше мнение по поводу убийства немцова я по поводу убийства немцова знаете я может быть проясню немножко потому что есть люди и я честно говоря как-то сам вот думаю склоняюсь к этой точки зрения которые говорят что ну а зачем было кремлю его устранять он им вреда никакого не приносил какой-то там мелкий человек не то чтобы там большой сильно популярный в стране у него уровень там популярности был 17 процентов вот другие люди говорят что только куда откуда у него спасал но они пишут так меньше меньше на порядок ну хорошо значит и но дальше они пишут что да другие люди говорят что то как это произошло говорит о том что там участвовали настолько серьезные силы и настолько высокий уровень этого что чеченцев раз там подставили и так далее поэтому вот как бы с вашей стороны все-таки вы там ближе к этому делу к мосту который убили борю ну во-первых борьба хороший человек и я хорошо действительно знал он был знаете не в том делом сколько был популярен уровень пресса был естественно низкий как у всех вот он был популярен в своем кругу так сказать в нашем кругу вот ну кроме того с ним конечно сейчас произошло то что произошло с президентом джоном кеннеди когда его популярность резко выросла после его убийства вот вы можете знаете что в америке проводятся на такие ретроспективные опросы за кого голосовали на прошлых выборах и вот если начинается отвечают там за обаму например да люди больше чем те кто на самом деле за него голосовали значит он популярен понимаете вот такая вот история да да с ним это произошло у вас за кеннеди так после убийства кеннеди там чуть ли не чуть ли там не 80 процентов американцев говоришь они голосовали за него хотя вы знаете как проходили выбор очень тяжело 60 года вот значит борис светлая память более был живой человек в отличие от большинства людей в политике он был живой знаете вот 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 из него жизнь бела ключом вот кстати более знал что могут убить более думал уезжать просто получишь мы с ним это обсуждали вот потом все-таки решил что нет двум смертям не бывать правильно решил вот так значит теперь кто его убил ну во первых действительно убийство было совершено столь демонстративно нагло под всеми камерами что я лично не имея не имея никакой информации не имею отношения к органам как вы понимаете кроме раньше как их потенциальная потенциальная мишень я думаю что без сотрудничества органов это было сделать нельзя у меня так кажется вот из моего личного убеждения теперь вот вы говорите он не вредил там и так далее действительно понимаете вот вот путин когда-то сказал потрясающую фразу когда была убита анна политковская журналистка великолепно кто не знает он сказал его спросили он сказал что ее своей смертью она принес вам значительно больше вреда чем своими публикациями то что прям 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 так сказал да вот эти вот лично владимир владимировичу путину конечно убийство боре было невыгодно кроме того они бы лично знакомы но это ну вот ну как-то вот на это перевод конечно ну и надо переоценивать степень централизации принятия решение какой-то негодяй в больших чинах я плагаю больших чинах большими большими звездами может быть может быть просто как гипотеза решил сделать приятное владимир владимировичу но такой значит ну подарок такой сделать вот вот этот негодяй вас вашу сверху превосходительства поливал там как разными словами нехорошими а вот смотрите а ведь бог бог все видит вот его убили вот может он ожидал за это поощрение да вот а может быть это сделал сделали чеченские начальники чтобы показать кто на самом деле в доме хозяин там и так далее я уверен в том что владимир владимирович путин знает кто убил поле я в этом абсолютно убежден вот и я уверен в том что он должен был это проглотить если это не он заказал но я не думаю что он заказал но должен был проглотить что так думаю потому что никто из высокопоставных людей не попал в авто катастрофу не умер внезапно и так далее я понимаю что вытаскивать из избы было бы невозможно для нашего начальства но он видимо вообще должен был это проглотить и никак не реагировать вот я думаю что произошло что-то вот такое к сожалению теперь насчет возможности репрессий ставить себя на место владимир владимирович путина а всегда надо ставить себя на место оппонента чтобы понять чтобы его понять да вот это не за чего надо прощать так сказать чтобы понять на себя поставить на место человека понять его картину мера я честно говоря вот если бы я проснулся завтра и обнаружил бы что я это не я а я вот президент российской федерации да вот вот страшный сон то я не вижу пути сохранения власти без репрессий я такого пути не вижу к сожалению вообще вот я не думаю чтобы эти репрессии дошли до уровня сталина и уровня северной кореи думаю что нет потому что ну про корею не знаю а у сталина это было еще и экономические определенные механизмы вот но то что эти репрессии должны быть куда более серьезным чем они есть сейчас я думаю что это так вот я жду усиление репрессий что касается самого себя и прогноза по себе я ни в коем случае не чувствую себя в безопасности вот я думаю что я вхожу в группу риска вот это не связано с убийством моря вот но я в группу риска безусловно вхожу а вот давайте я такой вопросик вам задам в принципе вот грубо говоря занимаясь тем чем вы занимаетесь на том уровне на котором вы занимаетесь по идее вы должны были уже неоднократно получать угрозы предупреждения или получил серьезно многократно прямые угрозы были не очень серьезные но были очень серьезные предупреждения была утечка информации имея в виду это было серьезно очень хорошо вы знаете что давайте я может быть возьму один вопрос из тех что дальше у меня значит насчет репрессий вот я например смотрю на как бы сказать некоторый такой беспредел вот на российском телевидении вообще вот как бы в том что на людей вываливается значит беспредел состоит в том что там уже я извиняюсь трудно не еврея увидеть вот на разных там каналах но я не хочу сказать что сто процентов но но чудовищно больше чем там население в стране там не осталось евреев 150 тысяч на всю российскую федерацию судя там по статистике но все-таки я все время спрашиваю знать как классические вопросы скажите а погром будет вот так это что резерв главного командования вот вроде власть любит евреи да путин несколько раз высказывал что только сумасшедшие там какие-то идиоты антисемиты там это при том что в социальных сетях и вся это вот ольгинская или как вот это вот и вся банда которая насилует интернет там сплошь и рядом такой грязный черносотины антисемизм такой идет как я не знаю что то есть общество насыщена этим вот как бы с одной стороны снизу а сверху как бы того что вы господи воды вот что такое есть вообще в россии сегодня еврейский вопрос вот в каком бы то ни было виде и какая-то перспективы в этом плане допустим когда не нельзя никогда не свалишь на чеченцев на узбеков на таджиков там я не знаю на кого еще а вот есть внутренний такой да есть потенциал как бы в этом направлении то есть будут ли погрома ну и погромы погромы а как бы вот как допустим врачи вредители или там космополиты и так далее говорит космополита подразумевали евреи говорили врачи вредители подразумевали евреи вот вот так пятая колонна евреи ну как вам сказать ну еврею сеть осталось мало действительно на ну традиционного науки в искусстве в публичной жизни публичной активности евреев значительно больше чем их процент в населении страны но это не только у нас это общее так сказать свойства еврейского народа как говорила моя покойная мой покойный учитель она была брюнетка она была абсолютно рудка с небольшой примеси татарской крови и вот и про нее говорили что она не иначе как она еврея нужно брюнеткой всюду лезет вот это вот всюду лезет это действительно наша национальная черта по всей вероятности мы всюду лезем да как говорил игорь губерман евреев очень мало на планете но каждого еврея очень много вот это про нас ну вот значит теперь насчет антисемитизма понимаете чем дело я думаю что еврейские погромы будут не скоро если будут потому что вы совершенно правы есть другие враги кавказцы если быть а внутри внешне враги американцы американцы и даже теперь появилась замечательно враг англосакс по моему прервался мирового мирового этого сионизма больше нету среди врагов нет мирового сионизма нету связь есть есть прекрасно смотрите нет мирового сионизма нет есть англосаксы потому что американцы всем хороши кроме того что они недавно 5 вот вы недавно существуете вот поэтому непонятно кто же был виноват в бедах святой руси там 8 15 века вот англичане существует давно поэтому есть англосаксы теперь вот значит так вот это внешний враг а внутренние враги это скорее кавказцы это азиаты это многие другие люди евреи там совсем даже не главное более того в россии сегодня развиваются то что называется не не чисто национализм кстати говоря точно так же как у вас вот я провел несколько дней на четыре дня на республиканском конвенции был трамп этого то же самое вот значит это гражданский национализм то есть как бы наш вот брат наш это не только наш брат по крови там славяним например но это и наш брат еврей если этот брат еврей знает свое место признают верховенца русского народа и русской церкви там и так далее при этом он сам может сходить в синагогу там и прочее например есть у нас такое организация который очень сильно поддерживает власть и сборский клуб называется у них там денег не имели на там еще чего-то такое вот это совершенно такая крайняя организация там главный ну кого-то из ваших зрителей это имя что-то говорит главный там мне проханов да я как бы якобы писать вот так вот он там главный но остальное может представить так вот членом изборского клуба является 1 2 кого вот московский район начали сборского клуба то есть они берут вообще-то говоря сейчас всех и значит и узбека и даже жида кого угодно но вот место надо знать понимаете вот свое а который люди не знают свои место отмечать враги очень враги не пушения потому что они пятая колонна вот они есть пятая колонна вот это не только евреи это вообще западники вот вообще я вот тут думал почему нам дают дешать через раз не глубоко на цветы дают да почему потому что они сменили концепцию вот присовет какие властей была концепция такая весь народ абсолютно един монолитно все как один и так далее. Поэтому, если находился один выродок диссидент, который что-нибудь говорил или плакат выкидывал на две минуты, пока его не повяжут, то это имело огромный резонанс и это, в общем, свидетельство о слабости системы. А сейчас концепция другая. 99% населения в едином строю тра-та-та, борются с американцами, которые пиндосы, не знаю темологию слова пиндосы, не могу понять, ну и так далее, и поднимаются с колен. Но есть 1% уродов, выродков, которые на деньги американцев пытаются нам все портить. Но мы их знаем, мы их видим, мы их терпим пока до поры, потому что мы такие вообще хорошие, терпеливые. Но вот они вот сволочи. Но это не обязательно евреи. Но регистрация вот этих вот, с видом на жительство или гражданством других стран потрясающая. Ну, конечно. У меня тут знакомая в Москве, когда это дело произошло, она юрист сама. У нее грин-карта есть. Так она пошла, родители здесь живут, наши друзья, и она пошла регистрироваться. Так она 3 дня не могла зарегистрироваться. То есть система не работала, она не... Ну, нормально. Они не знали как. Я совсем не сталкивался, потому что я дурак, у меня нет, ни грин-карты, ничего другого. Так, хорошо, идем дальше. Значит, есть какой-то рецепт, вот как сделать граждан России богатыми? Вот такой неожиданный вопрос. Да, конечно. Конечно, есть. Конечно, есть. Ну, совершенно элементарно. Должна быть нормальная рыночная экономика, а не капитализм для своих, которые мы, к сожалению, сегодня имеем. Вообще, я вам скажу, что везде, где наша замечательная власть разжимает кулак, везде люди начинают процветать. Везде. Вот. Ну, и, кстати говоря, посмотрите, вообще в русской культуре есть, на самом деле, что-то важное, что помогает людям хорошо жить. Вот. И вот власть с властью, так сказать, не везет. А с культурой, вообще, неплохо. И посмотрите, вот сколько было волн эмиграции из России, и вовсе не только еврейская эмиграция, да, там, возьмите первую волну, когда там полтора миллиона русских солдат, мужиков, взятых случайно, даже не по диалогичным предпочтениям, а случайно рекрутированных в белую армию, оказались за границей. Они не только английского не знали, они русских-то знали со словарем. Да. Вот. Посмотри, вот сколько я ездил по всему миру, нигде нет бедных русских гетто. Ну, нету бедных. Нет, конечно. Да, мексиканские есть, там, еще какие-то есть. А русских нету. То есть, русский человек, средний русский человек, необразованный, темный, крестьянин, попав куда-нибудь там в Аргентину или в Германию, да, выучил язык, пахал, как, это самое, на плантации, вот, значит, а дети уже учились в университете. Значит, нормально все. Вы знаете, что я вам скажу? У меня, когда бабушка умерла, она еще такая, еще гимназию заканчивала царскую, она такая дореволюционная бабушка. Она, когда умерла, нашлось сколько-то алибомов у нее дома, и они у нас на даче были, там, под Москвой. И у нее, она была десятым ребенком в семье, в Кременчуге, там, в еврейском местечке они жили. Родители были, папа был мясник. И, такие мелкие бизнесы. И вот, значит, у нее было сколько-то братьев. И вот фотография такая была, где-то 16-й год, и брат ее такой был Берка Грушевский. Вот этот Берка служил в казачьем полку во время Первой мировой войны. И вот такая фотография групповая, там сколько-то солдат стоят, ну, казаки, как правильно назвать. И там сзади, знаете, такая толстая-толстая фотография, там полсантиметра толщиной, очень хорошего качества. И сзади фиолетовыми чердилами, таким изумительным почерком написано, кто там стоит. И я смотрю на этих вот солдат. И этот Берка, он даже от них не сильно, от них не сильно выделялся, она тоже борода такая, только у них борода может быть такая более, значит, окладистая у нее такая больше кучерявая. И вот они стоят в этих папахах. И я смотрел на этих русских людей. И я никогда таких людей уже не видел в наше время. Они, от них такая энергетика шла потрясающая. Они были основательные. Они были, вот, я тоже не знаю, как сказать. То есть, это люди, которые абсолютно всюду, они бы нормально пришли бы, они бы освоились и жили бы нормально. Вот, я просто не видел больше таких людей. Я не знаю, куда они делись. Ну, не только это. Вы посмотрите, я согласен абсолютно. Но, посмотрите, вот, есть такое понятие, второе раскулачивание, да? Да, конечно. Ну, слушали, да? Что это значит? Это значит, взяли мужика с семьей, посадили в теплушку, отвезли хрен знает куда, на край земли, да? Выкинули там, голого боссова без ничего вообще. Подыхай тут. Так он не только не сдох. Ну, многие, конечно, уныли, к сожалению, светлые памятники. Но кто-то не только не умер, а кто-то разбогател, разбогател, и его второй раз раскулачивали. То есть, на самом деле, какой-то потенциал вот в культуре России, не знаю, в этом вот духе, да? Он был гигантский совершенно. Он был абсолютно гигантский. Крымские татары, я вот недавно читал, когда вот их депортировали, сколько-то людей погибло по дороге, это правда. Но в целом, вы смотрите, что произошло, они приехали в дикие места, где они там, ну как, и они освоились, и они встали на ноги, и они сейчас буквально всюду, вот я в Америке там встречаю, там, среди иммигрантов, и так далее, и они встали, и они... То есть, на самом деле, если людям не мешать жить, то... Ну да, конечно. Чего же мне жить? Ну, конечно. Ну, не только русским, это всем, на самом деле. Абсолютно. Это всем, абсолютно всем. Давайте мы пойдем дальше. Вот... Вы сторонник того, чтобы для жителей, граждан Российской Федерации, было бесплатное высшее образование? Вы знаете, я некомпетентен ответственен на этот вопрос. Я не знаю. Я думаю, что проблема образования в нашей стране одна из самых тяжелых, и непонятно, как ее разрешить. Вот я как бы интимно связан с университетом, я сначала до... работаю у Егора, я фулл-тайм был в Московском университете, и я до сих пор там преподаю, как мне смешно. Вот. И жена моя там в фулл-тайм в университете всю жизнь и так далее. Вот. То, что там происходит, ужасно. Просто ужасно, на самом деле. Вот. Что с этим делать? Я, честно говоря, не знаю. Ну, в США тоже сейчас большие проблемы именно с высшим образованием. Да, я знаю. И вот они... Ну, у вас еще и с начальным, у вас еще и с начальным плохо. У нас классовое образование. То есть, те люди, для которых образование существенно, они не жалуются. А те, кто уже просто люди, значит, они там у них похожи. Ну, это ваши проблемы. Да. Не осмеливаюсь. Значит, в вашей карьере, как политик слэш чиновник слэш работник госкомпании, чем вы больше всего гордитесь? Из сделанного. Я, кстати говоря, никогда не был чиновником. Вот. Потому что работая в правительстве в администрации президента, я никогда не получал там зарплату. Вот. Это было мое условие. У меня трудовая книжка лежала в университете. Я ее из университета забрал, только когда стал членом правления РАО ЕС России. Вот. Но это, в общем, не важно. Я горжусь принадлежностью к команде Гайдара и Чубаса. То есть, как бы во всех ее проявлениях? В любых. В любых. Потому что мы делали и в правительстве Егора, и потом, допустим, в РАО ЕС. Мы делали то же самое. Мы делали то же самое. Мы выстернизировали страну. Мы пытались установить в стране нормальные институты. Нормальные механизмы жизни. И в чем-то мы преуспели. В чем-то мы потерпели сокрушительное поражение. Тут есть еще такой сопутствующий вопрос. Из другого источника. Но тоже. При самом благоприятном результате ваших усилий на общественном поприще. Имеется вот прямо сейчас. Вот вы что-то делаете. При самом благоприятном результате. Что бы это было? Как вы видите этот результат? Для себя или для страны? Для страны, конечно. Для страны. Результат ваших усилий. Я хочу, чтобы моя страна жила так же, была членом сообщества западных стран. Хорошо. Западной цивилизации. Так, теперь. Кстати, до меня примерно то же самое говорила некая небезызвестная дама, которая работала императрицей Екатериной Второй. Она сказала, что Россия в сути европейская держава. Я с ней полностью согласен. Теперь, значит, вот, может быть, какое-то теплое письмо, значит, пишет женщина. Была координатором группы Демвыбор России во фракции СПС в Госдуме под руководством Егора Гайдара. Помню ночные у нее, в кавычках, съезды СПС, где все было серьезно и демократично. Вот вы, я вижу, улыбаетесь, вспоминаете что-то. Почему эти ростки демократии не смогли прорасти в России? Очень жаль ярких депутатов Гайдара, Головлева, Юшенкова, Немцова, многих других, которых нет с нами. Леонид Яковлевич, имея многопартийность по факту, по сути, все партии, которые имеют шансы попасть в Госдуму, встроены в систему власти так или иначе. Чубайс, Кириенко, Глебова, Хакамада, Ремчуков. Они сейчас в системе координат власти и далеки от оппозиции. Что было не так в 99-м году? Тут дальше вопрос, который я не очень понимаю. Только ли тот знаменитый лозунг про Кириенко в Думу и вопрос. Вы знаете, много было не так. Много было не так. Но я не знаю, можно было преодолеть это или нет. Вы знаете, я в последние годы жизни Егора Тимуровича Гайдара, мы с ним были в хороших отношениях. Хотя познакомились в иерархических отношениях, когда я стал его советником. До этого мы не были знакомы, а потом отношения стали дружескими. Так вот, так получилось, что я имел привилегию приезжать практически в любое время к Егору и просто с ним советоваться. Поскольку он был фантастического интеллекта человек. Я вот как-то к нему приехал в начале 2000-х. Еще самое начало Путина. И говорю, слушай, Егор, ну явно что-то не туда все пошло. Что произошло, что можно сделать, что мы сделали, не так это говорили. Он мне сказал, что, знаешь, говорит, вот после каждой великой революции обязательно есть период постреволюционной стабилизации. Он обязательно есть. Ну, термидор, да? И после мексиканской революции, после французской, после русской, после китайской. Это всегда есть. Потому что революция это очень тяжелое время. Революция это время, не обязательно, это не обязательно война, мы же, слава богу, без войны прошли. Но это время, когда не соблюдаются контракты. Это время, когда разрушается система ценностей. Когда то, что люди достигают течения жизни, оно превращается в пыль. Ну и так далее, да? И люди очень от этого устают. И они хотят такого мягкого, частичного возвращения в прошлое. И это им всегда дают. У них есть этот запрос, они всегда это получают. Другое дело, что мы ушли очень далеко. Я не знаю, могли ли мы в 99-м году предотвратить то, что было дальше. Я очень боюсь, что нет. Вот все ругают Бориса Николаевича Ельцина за... Ну, многие, не все, конечно, многие ругают Бориса Николаевича за выбор Путина в качестве своего преемника. Но вот я очень хорошо знаю ситуацию, которая была тогда. Практически неизбежной была победа на выборах либо Юрия Михайловича Лужкова, либо Евгения Максимовича Примакова. Вот одного из этого тандема. Ну, нам говорят, как можно было подполковник КГБ там, то все. Отлично. А только Примаков. Примаков генерал-лейтенант КГБ. Ну, генерал-лейтенант, на минуточку. Путин провел молодые годы в ГДР, в Дрездене. Ну, хоть и оккупированная была страна, но какая-никакая европейская. А Евгений Максимович Примаков провел молодые годы в Багдаде. И был личным другом Саддама Хусейна. Понимаете? Вы можете сколько угодно спорить, была война, о которой вели Соединенные Штаты в Ираке, ошибка или нет. Да? Потому что Саддам Хусейн был исчезем ада. Это, по-моему, очевидно. Вот он с ним дружил лично. Понимаете? То есть я не к тому, что Путин хороший. Я несколько месяцев назад написал Путину открытое письмо. Достаточно вежливое, с обращением ваше высокопревосходительство, но с требованием немедленно уходить в отставку. Я ему говорил, что вы ваше высокопревосходительство приносите вред стране. Чем дольше вы будете в Примляне, тем будет хуже для страны. И не повторяйте ошибки Николая Второго, который довел страну до революции, до гражданской войны. То есть я не являюсь сторонником действующей власти. Тем не менее, я сильно подозреваю, что мы были в той ситуации тогда, в 99-м году, что Путин был наименьшим резулом. Я-то со стороны смотрел, и мне... Тогда, 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 не сейчас, а тогда. Мне Примаков казался таким лощеным, как бы европейским. Его знали, уважали по всему, ну вот все эти западные и так далее. То есть он цивилизованный такой был, во всяком случае чисто внешне абсолютно. Они и Сталина уважали, между прочим. Теперь, значит, интересно узнать мнение Леонида по поводу предложения Медведева идти учителям в бизнес. И заканчивается, ну и ваше, хотелось бы узнать. Ну вот к вам вопрос. С Медведевой и в бизнес. Учителям, говорит. Ну, по сути. Ну, пошло. Ну, что, всерьез спрашивают. Ну, вот человек спрашивает. Человек спрашивает. Ну, спрашивает. Ладно, пусть не спрашивает. Нет, я хочу сказать, он же сказал уже, денег нет, значит, а так все, спасибо. Ну, послушайте, комментировать, комментировать Дмитрия Анатольевича Медведева, это просто, понимаете, нельзя обижать ребенка. Ну, люди же вот слушают. Тут вот вопрос, который, я, кстати, слушал, как вы отвечали на этот вопрос, радио, как там, Европа, да, или как, какой там был? Свобода. Радио Свобода. Спросите Леонида, как, по его мнению, нужно возвращать Крым. То есть, это действительно проблема, если захочешь вернуть. Что же проблема дикая? Как в идеале должен происходить этот процесс? Как правильно уйти? Тут еще, значит, тоже вопрос. Крым и как именно его надо вернуть? Ну, да, я помню, что вы сказали. Ну, вот, может быть, вы там... Ну, вы знаете, я думаю, что это очень сложный, понимаете, ну, как бы так, строить тяжелее, чем ломать, понимаете? Вот, совершить, ну, не знаю, там, поджечь дом соседа, это дело легкое, да, единичку плеснул, поджег, дом горит, полыхает, очень все здорово, да? Потом, допустим, да, все хорошо. Потом, допустим, ты хочешь, как бы, компенсировать этот ущерб, поэтому все дело тяжелое. Строить дом долго там, ну, и так далее. Примерно то же самое происходит у нас сейчас. Мы совершили преступление, а исправлять его дело долго. Значит, понятен первый шаг этого процесса, он совершенно понятен. Власти Российской Федерации должны официально признать захват Крыма, аннексии, преступлениям, там, и так далее. Вот это вот начинается с признания, понимаете? Вот как, так сказать, исправление собственных грехов, оно начинается с некого этого покаяния, да? Ты понимаешь, не обязательно публичного, но в данном случае должно быть публичным. Вот, ты должен понять, что ты совершил грех, и ты должен что-то исправить. Вот мы совершили, как страна, мы совершили, конечно, ужасный грех. Вот, значит, теперь как это делать? Это, конечно, будет очень долгий процесс, очень долгий процесс, который потребует международного участия. Понимаете, там ведь ситуация очень непростая. Вот, я недавно был в Крыму, я вам скажу, что я не встречал там людей, которые хотели бы возвращения в состав Украины. Вот, мне не довелось встретить таких людей. Были люди, которые недовольны российской властью. Были люди, которые... Просто простые люди, обычные, да? Были люди, которые говорят, что вот мы вот рассчитывали на то, на то, а нас обманули, кинули там и так далее. Такие люди есть. Были люди, которые хотят независимости Крыма. Говорят, да ну, вашего Путина и вашу Россию. Мы вот сами можем жить, как республика, да? Вот, но я не вижу людей, которые хотят в состав Украины. Значит, дело в том, что и эта ответственность не российская. И эта ответственность правительств президента Кравчука, президента Кучма, президента Ющенко, Януковича и так далее, да? Это они умудрились за весь постсоветский период ничего не сделать для Крыма. Вообще ничего. Они не сформировали в Крыму ни эмоциональной идентификации с Украиной, чтобы люди начали чувствовать себя частью республики Украины, да? И не сформировали прагматической идентификации. Нам хорошо, что мы на Украине, что мы с Украиной, понимаете? Вот они не сделали ни того, ни того. И поэтому Крым, в буквальном смысле слова, плохо лежал, понимаете? Это не оправдывает того, кто украл то, что плохо лежит, то есть Российскую Федерацию. Но он плохо лежал. Поэтому это будет очень длинный процесс с переговорами. И когда, и если, я надеюсь, все-таки он будет как-то разрешен, то в ходе его разрешения придется решать те проблемы, которые не решили сейчас, когда забирали эту территорию. Когда там не решили вопроса собственности, не решили вопроса социальной защиты, не решили вопроса, что делать с людьми, которые не хотят этого пути, которые хотят другого пути, как им компенсировать, как им там, не знаю, оплачивать переезды, там, ну и так далее, и так далее. Все это придется решать. Я думаю, что это процесс долгий. По-видимому, будет какой-то период, там, я не знаю, какого-то международного протектората над Крымом, чего-то вот такого, понимаете? Там, протекторат Организации Объединенных Наций, там, еще чего-то. Вот, возможно, будет период какой-то квази-независимости Крыма в начале. Ну, вот так. Очень сложно. Да. Что тут скажешь? Значит, действительно, проще зайти, чем выйти, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Простых решений тут нет. Это иллюзия, что вот верните Крым. Ну, на самом деле, если есть добрая воля, как бы, с обеих сторон, да, то, понимаете, есть формальная позиция. Формальная позиция, вот, допустим, мы признали, мы признали, да, это нехорошо. Значит, формально, следующим шагом, мы должны аннулировать те законодательные акты, которые за этим последовали. Например, обхождение, там, включение, там, Крыма, там, в состав Российской Федерации и так далее. Просто если это незаконно, значит, и то незаконно. Конечно, это незаконно. Теперь, дальше. Вы, когда, там, радио Свобода говорили, вы сказали, неправильно сделали референдум. Вот, если бы референдум был, как там, где-нибудь в Шотландии, вот, время было бы подумать, там, туда-сюда и так далее. Я подумал, все-таки в Шотландии. В Шотландии 800 лет было независимое до вступления королевства. Во-вторых, королева разрешила референдум, это был легитимный референдум, как бы его результаты были бы легитимными. Здесь Украина, например, вот, допустим, я смотрю с точки зрения Киева, я говорю, ребята, а какой референдум? Вот, вы говорите, надо другой референдум. Я говорю, а какой? По законам Украины нет референдумов, по законам Российской Федерации нет референдумов. Вам говорят, но ведь мы же должны учитывать интересы этих людей. Мы говорим, мы в России не должны. Их должны учитывать в Киеве. Вы правильно сказали? Вот один президент, второй президент, третий. Мы что можем? Мы можем сказать, ребята, если вы там хотите быть в Российской Федерации, вот вам какой-то там пакет, переезжайте в Краснодар, переезжайте туда-сюда. Мы своим гражданам, мы можем их забрать. Или можем сказать, можете остаться в Украине, а мы вам будем платить, продолжать платить российскую пенсию, допустим. И так далее. То есть вопрос людей, это один вопрос. Вопрос земли, это другой вопрос. Но я просто к чему... Да, есть Севастополь, мама родная. Если бы я был в Киеве, я, может быть, сказал бы, ребята, знаете что, давайте договоримся. Давайте мы вам продадим Севастополь. Мы понимаем, что у вас база, это болезненный вопрос, пусть он будет ваш. Так, или давайте обменяем на равноценную территорию, там, Белгородская область, например. И так, по-честному, ну, договоримся. Ну, еще раз, если бы они хотели сесть и договориться, они бы договорились давно. Но если один ведет войну и говорит, а меня там вообще нет, я не участник, вот там пацаны, там, вот с моим младшим братом договаривайся. Ну, хорошо. Ну, да, да, это все так, хотя, знаете, вот вы сказали, что там закон, незакон, есть закон на референдуме, нет закон на референдуме. Вот Испания, да, Испания и Каталония, вот референдум каталонский, ну, не признает мадридское правительство этого референдума, а он говорит, не закон. Ну, и что? Ну, не признает, но он не имеет теоретической силы. Силу он не имеет, а политическую силу он имеет. И Каталония будет независимой страной. Ну, дай бог здоровья, ну, почему? Я не понял. Вот ежу, понятно, что будет. Бессмысленно вставать на пути вот такого потока. Вот. С Крымом, ведь как было в 91-м году, когда Беловежская пуща была и так далее. Борис Николаевич, я просто это знаю, вот этот вот инсайдер информации, он все же давно в мире ином от него. Да, да. Значит, Борис Николаевич, когда подписывал Белорусские соглашения, он говорит Кравчуку, говорит, слушай, Леонид, давай мы вопрос о Крыме пока подвесим. Ну, ты же понимаешь, там все так очень сложно, там все, давай там на пару лет, потом референдумы какие-нибудь, что-то такое. Кравчук ему говорит, Борис говорит, не вопрос, ты абсолютно прав, ты абсолютно прав, подвешиваем. И вопрос о ядерном оружии тоже подвешиваем. Вот и все. И Ельцин сказал, все, ладно, все, забыли, только отдай ядерное оружие. Ну, и правильно, правильно сделал, на самом деле. Он совершенно правильно сделал. Я просто этот разговор слышал, я уж не помню, читал где-то, что там Кравчук ему говорит, Ельцину говорит, а с Крымом-то что делать? Ельцин говорит, нет такого вопроса. Вот я это слышал в такой варианте, что как бы Ельцин не претендовал. Нет, там было именно так, там было так, как я вам рассказывал. Хорошо, я не оспариваю, я просто говорю, что я эту флохмычку там, да, слышал в другом варианте. Теперь спрашивают, я думаю, это такой вопрос очевидный, но все-таки, есть ли хоть какие-то решения Путина, с которыми Леонид согласен? Да, конечно. Ну, я тоже так. Конечно, было очень много, особенно в первое президентство, в первый срок, было много таких решений. Ну, например, был принят гражданский кодекс, тогда при нем. Была установлена плоская шкала налогообложения, тогда при нем. Реформа энергетики, реструктуризация РАОЕС России, энергетика в тот момент, когда наша команда туда пришла, электроэнергетика России была таким бастионом социализма. А сейчас это конкурентная рыночная отрасль, никаких энергетических кризисов, между прочим, нет. Все хорошо, было сделано при нем. Так что он много чего сделал, он много чего сделал. И, кстати говоря, некоторые вещи по линии централизации я вполне одобряю, потому что у нас ведь, допустим, Татарстан претендовал на собственные вооруженные силы. Так, на минуточку, да? Мне кажется, это неправильно в рамках единой страны. Собственные вооруженные силы. Это предполагалось оставить Татарстан. Он-то не допустил. Я помню, такие тенденции были, что вот эта выборность губернаторов приводила на местах к тому, что там просто криминал проводил своих кандидатов. А вот это ерунда. Я читал просто об этом, да. Ну, что, мало чего пишут. Вот, значит, да, действительно, периодически криминальные люди приходили к власти. Например, бывший губернатор Дальнего Приморского края Сергей Дарькин по слухам, говорю осторожно, имел кличку Серега Шапелявый. Ну, погоняло. Вот, криминально. Вот, значит, и он действительно пришел к власти в результате выборов. Дальше Путин, говоря о том, что нельзя допускать криминал до власти, выборы отменил и назначил новым губернатором Приморья, знаете кого? Сергея Дарькина. Вот того же самого Серегу Шапелявого. Чтобы он знал, откуда власть пришла. Ну, вот он так сделал, по крайней мере, да. Поэтому, допустим, выбор губернатора, отмены выбора губернатора я никак не одобряю. Вот, и я должен сказать, что чем дольше Владимир Владимирович власти, тем больше сдвигается вот этот баланс с правильных, с моей точки зрения, и неправильных, с моей точки зрения, решений в сторону решений абсолютно неправильных и опасных для страны. Понял. Вот вопрос такой, может быть, комичный. Говорит, как Америка помогает оппозиции? Америка не может помогать оппозиции, никак не помогает. Я имел честь встречаться с президентом Обамой во время его первого срока. Он приехал в Москву, тогда еще была Мир Дружбы у нас. Вот, и пригласил некоторые, там, 6-8 таких, ну, по мнению его советников, значимых людей оппозиции к себе на разговор. Точно там был я. Вот, и каждый из нас там что-то говорил. Вот, и я сказал ему, что, господин президент, вы не можете нам помочь. Вот, и если вы спрашиваете, что для нас сделать, то pray for us, молитесь за нас. А он спрашивал, как помочь, да? Он спрашивал, да. Он спрашивал, чем, вот что полезного могут сделать для России, не для оппозиции, а для России. Вот, но, я сказал, вы можете нам помешать. Вот, вы можете нам помешать, очень сильно. Вот, хотелось бы, чтобы вы этого не делали. И, в частности, одна из вещей, которая нам сильно мешала, из уст президента Джорджа В. Буша, когда президент сказал, что, ну, когда он заглянул в глаза Путина, увидел там душу, это ладно, он сказал, что в России есть демократия, просто такая очень специфическая российская демократия, которая соответствует там духу еще чему-то российского народа. Вот, вот это, а, бред собачий, вот, не бывает никакой специфической демократии, а, б, это крайне для нас вредно, потому что это ровно та оппозиция, которую защищают наши власти. Что у нас все хорошо, просто очень так вот, по-нашему специфично, вот, должно быть. А нам чужого и не надо. Да, а нам надо, чтобы было так у всех, как у людей, на самом деле. Да, что для немца хорошо, то для русского смерти, или там наоборот. А вот должно быть для всех хорошо одинаково, и для всех на самом деле хорошо одинаково, и плохо одинаково для всех. Вот, и русские люди заслуживают свободы и нормальной жизни ничуть не меньше, чем американцы или французы. Вопрос вот вам такой, ну, он комичный, может быть, пишет, видимо, молодой очень парень, значит, вот собираюсь идти первый раз на выборы и проголосовать за парнас. Как Леонид считает? Хорошая. Ну, честно, не первый раз. Первый раз я ходил за деньги. Меня с другом поймали на улице, денег дали, и сказали, за какого мэра нашего проголосовать. Но на серьезные выборы пойду в первый раз. Ну, бог ему судья, вот, ладно, понимаете, ну, парень должен понимать, что он совершил некоторые преступления против своей страны, когда он за деньги голосовал за того, кого ему сказали. Это вообще преступление, на самом деле. Вот, я уж не знаю, как там по закону... Наверное, и статья какая-то есть. Да, спать, не статью. По совести преступлю, да? И, соответственно, ну, кто из нас без греха? Мы все как-то грешим. Вот, но этот парень должен знать, что он совершил преступление, что он должен его компенсировать. Чем-то хорошим, нормальным, да? Что касается голосования за парнас, понимаете, в парнасе, ну, там разные люди есть, на самом деле. Парнас имел серьезные шансы после убийства Бори, когда они пошли вверх, так сказать, как-то в общественном сознании. Когда была там возможность коалиции. Потом Кремль устроил спецоперацию против Миши Касьянова. Заснял его в постели там всякими разговорами. Вот, значит, и это оказалось очень эффективным. Парнас фактически развалился. Значит, тем не менее там остались приличные люди. Вот, и если человек хочет голосовать за парнас, бог помощь. Вот, главное, не голосовать за те партии, которые сегодня в парламенте. Давайте я вас спрошу, может быть, из моих наблюдений. Сейчас как-то вот с разных сторон люди говорят о геополитике, причем они говорят в таком контексте интересном, что вот первое, что люди делись на две категории, которые понимают геополитику и которые, ну, как сказать, не понимают. Вот, второе, они используют геополитику для оправдания каких-то преступлений. То есть, когда им говорят, а как же, они говорят, ты не понимаешь, геополитически это было необходимо. Вот, и вот это как-то, это мое просто так, я не по делу. Я в Германии смотрел вот там какую-то дискуссию, там немцы рассуждают. И один немец там, он из газеты, он объясняет, что вот почему там санкции против России и так далее. А другой депутат парламента, и бывший депутат парламента, который абсолютно такое ощущение, что он с первого канала пришел. И он ему про геополитику. И я думаю, вот, это действительно так происходит? Или я просто не доглядел? Почему геополитика вдруг стала таким вот большим делом? Я не знаю, что такое геополитика. Я отношусь к категории людей, которые не знают, что это такое, не понимают. Значит, есть у лидеров стран, у тех, кто принимает решение, есть система задач. Система приоритетов, да? Ну и, например, там задача безопасности собственной страны. Это задача очень важная. Действительно очень важная, да? И ради безопасности можно пойти на многое. Ну, например, когда началась Великая Отечественная война, то есть, ну, когда, ну, тот этап Второй мировой войны, который вот называется у нас Великая Отечественная война, да? То Черчилля осуждали за публичную поддержку Советского Союза. Как вы можете осуждать Сталина? Черчилль сказал, что если господин Гитлер вторгнется в ад, то я немедленно предложу Палате Общин заключить военный союз с Сатаной. Ну, то есть, что? В приоритете врагов, главный враг был Гитлер, с точки зрения Черчилля. Его надо было уничтожать даже в союзе со Сталином. Вот. То есть, это вот он так решал проблему. Думаю, что, кстати-то, я думаю, что решал совершенно правильно. Мне так кажется, что Гитлер был абсолютным злом. Сталин тоже, кстати говоря. Но все-таки одно абсолютное зло удалось в мае 1945-го уничтожить полностью. Ну вот, так значит, я думаю, что то, что нельзя объяснить, то, что нельзя объяснить то, ну, этическую оправданность, чего нельзя объяснить нормальными человеческими словами, то на самом деле обычно является просто преступлением. Вот. Вот мне так кажется. Вот. Потому что, да, страны иногда идут на разные вещи там. Ну, что делать? Вот. Но их можно объяснить, понимаете? Ну, скажите, пожалуйста, смотрите, допустим, уничтожение Усама бен Ладена. Я не знаю вообще, в какие-нибудь законы это вписывается или нет. Я, честно говоря, не уверен. Война? А война не объявлена, вроде бы, да. Вообще-то ничего не понятно. Другая война, другие сейчас войны. Ну, окей, окей. Но это нигде не записано, ни в каких законах, да? Но любой американский лидер вполне мог бы любому человеку объяснить, что Усама бен Ладена убить было надо. И это было сделано правильно. Может, оно было сделано незаконно. Может, оно было сделано внезаконно, да? То есть, какой закон не присматривает такие ситуации. На территории другой страны, не проинформировав. Тем не менее, вы знаете, Солженицын, к которому я отношусь очень абивалентно, ну, в смысле, его идеологии, там, с огромным уважением к тому, что он сделал, вот, у него в одном романе, в «Круге первом», по-моему, там, один из его героев, когда там ему какой-то, так сказать, ну, герой такой из простых противостоит, ему, естественно, интеллигент, которых Солженицын не любил. Вот, интеллигент ему сейчас говорит, что все там сложно, неоднозначно и так далее. А тот простой человек, носитель, так сказать, «Правда», говорит, «А, говорит, все просто на самом деле. Волкодав прав, а людоед нет». Вот и все. Вот, вот, волкодав прав, людоед нет. Вот, и в этом смысле, когда вот у нас тут были дискуссии, вот, как же там американцы в Пакистане убили Усама бен Ладена, еще, кажется, кого-то там по дороге случайно убили, там еще что-то такое. А, у меня была позиция, а волкодав прав. Вот, волкодав прав. Надо было уничтожить этого негодяя, вот, Усама бен Ладена. Ну, правильно сделали, хорошо, что сделали. Вот. И многое другое так же, понимаете. Вот, есть нравственные чувства, есть какие-то понятные вещи, которыми можно все объяснить. Все, абсолютно. Вот. А если ты не можешь так объяснить, значит, это аморальное действие, значит, это преступное действие. Вот и все. Никакой геополитики. Вы знаете, я наблюдал вот с того момента, как мы в США оказались, я наблюдал несколько чудовищных совершенно вещей. Вот когда в Африке там два племени, я уж название их там не помню, два племени там мотыгами друг друга порубили, два миллиона человек погибло. Два миллиона человек. И никто, собственно, так на Западе, ну, говорит, нехорошо. Они говорят, может, что-то сделать можно? Говорят, да вроде ничего сделать нельзя. Говорят, может, как-то развести там? Ну, так и по два миллиона и погибли. И другой момент был, когда была первая война в Ираке, вот эта буря в пустыне, значит, там что получилось, что на дорогах, там дорог-то, вот, и там на дорогах было много беженцев, люди двигались, и войск много было на дорогах. Бомбили дороги. Не разбирая. Вот есть дорога, дорогу стирали с лица земли, там погибло 300 тысяч человек в бомбежке. И об этом писали, но об этом не писали, типа, боже, какой ужас, погибли 300 тысяч человек, мы даже не знаем, что за люди там были. Говорили, ну, вот так вышло, вот так. Жалко, конечно. Слушайте, ну, я же не к тому, что всё, что делается, правильно. Не-не, я не в этом смысле совсем. Я просто говорю, что меня лично. Меня зацепило. Ну, вы знаете, Миш, ну, это на самом деле, вот хотя кровь у нас у всех, и у иракцев, и у нас, и у кого угодно, одинакового цвета, тем не менее, в сознании, ну, в общем, западного мира, она имеет разную цену. Слышно очевидно, да? Слышно очевидно. Я думаю, что в любого мира. Есть наши, есть не наши. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Вообще, ну, конечно, развитие вот такое, либеральное идёт в сторону расширения категории тех, кого считают равным себе человеком. Да. У вас очень долго, ну, в Америке, да, очень долго люди не считали чёрных себе равными, да? Некоторые сейчас не считают. И женщин. И женщин не считали равными и так далее, да? Вот. А там, не знаю, во Франции какое-то время там католик был человек, а гугенот нет, например, да? Вот тебе пожил. Ну, а в Англии наоборот. Ну, и прочее. Ну, да, постепенно это расширяется. А с сексуальными меньшинствами, вот я за эти два степени, что мы здесь живём прямо на глазах вот так, уже можно, уже можно жениться, мало того, уже можно, например, жениться на иностранном однополом и привезти его в США, ему грин-карту дадут по браку, можно детей брать. Сейчас, знаете, такая тенденция пошла, чтобы не смущать детей, которые вот в этих семьях, так уже в школе, значит, там тебе не пишут в анкете там мама и папа, а ты пишешь родители один, родители два. Ну, да, я знаю, я знаю, я знаю, есть замечательная китайская поговорка, не перегнёшь, не выпьямишь. Ну, да. Ну, что же, Леонид, мы с вами уже там почти полтора часа на связи, я очень признателен, и я думаю, что на самом деле будет интересно не только тем, кто у нас там подписчики, но поскольку YouTube, он открыт там ко всему миру, я думаю, что народ посмотрит, почитает, тем более мы в таком неформальном, как сказать-то, сетапе, да, то есть выйдет там на курорте лампочка горит, там бамбук, вот, так что не то, что там студии где-то, вот, а если, я себе для понта, видите, такую штучку поставил красивую, чтобы всё по-настоящему, что там. А ты приветствуется. Да. Приветствуется, ссылочку бросите на... Не, не то слово, обязательно, обязательно. Хорошо? Значит, до свидания, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, счастливо, до свидания. До свидания.